Лето – период активного ремонта и отключения горячей воды в домах. Часто сроки ремонта затягиваются, и мы живем без горячей воды месяцами. А после она появляется иногда ржавая, иногда едва теплая, а иногда даже синяя. Поверьте, такое тоже бывает. Разберем все случаи нашего неудобства и выясним, как выстроить отношения с поставщиками услуги и не платить им сверхоказанного. С Александром Зотиным поговорим на эту тему, председателем правления Ассоциации ТСЖ. Сегодня он у нас в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр Владимирович, давайте с самого актуального – это отключение горячей воды. Сейчас все мы переживаем этот период. Напомним о нормах этих отключений. Что есть норма, что есть отклонения и каким образом предъявлять свои претензии. Ну, я так понимаю, речь идет об отключениях горячей воды, в том числе для ремонта бойлеров. Норма – две недели. Но это не нужно оценивать, как что именно две недели не должно быть. То есть, если вы справились за сутки – замечательно. Если вообще не отключали – замечательно. Но вот две недели – теоретически у вас может не быть горячей воды. На практике, как мы знаем, эта ситуация часто затягивается. Вина здесь может быть, с одной стороны, ресурсоснабжающей организации, например, если она поставляет воду напрямую. Но если у вас в доме свой водонагревательный, есть агрегат, то это может быть вина и исполнительно-коммунальные услуги ТСЖ или управляющей компании. Здесь, соответственно, нужно смотреть конкретную схему. И в первом случае, и во втором. Каким образом отстаивать свои интересы? Потому как, если у меня горячей этой воды нет, то я за нее не должен платить. А если вдруг мне насчитали, то? Лучший метод отстаивания своих интересов – это контролирование ситуации. Длительного отсутствия горячей воды в товариществах собственников жилья очень трудно добиться. Потому что это структуры, которые работают специально на своих избирателей, на своих жителей. Что касается отсутствия горячей воды по вине ресурсоснабжающей организации, к сожалению, реальных рычагов воздействия на ресурсоснабжающей организации в Перми нет. Все сети частные. То есть мы реально не можем ни штрафы, ни какие на них наложить. Штрафы люди не накладывают. Накладывают органы государственной власти, эти штрафы мизерные. И они многократно перекрываются теми прибылями, которые хищническая эксплуатация сетей дает данным ресурсоснабжающим организациям. Ну и тут еще одна сложность, поскольку ресурсоснабжающая организация, они не работают напрямую с собственниками жилья. Не совсем так. При непосредственном управлении исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация. Существует три формы управления. Управляющая компания, ТСЖ, здесь есть посредник между ресурсоснабжающей организацией и конкретными потребителями. В случае с непосредственным управлением нет. Как бы ответственность несет ресурсоснабжающая организация напрямую перед потребителем. Но таких домов очень мало. Другой случай. Включили горячую воду. Слава богу, она в доме есть, но она бежит из-под крана, например, явно ржавая просто. Явно ржавая, и для того, чтобы начала идти вода нормального цвета, ее нужно пропустить, и пропускаешь ее длительное количество времени. При этом, при всем счетчик у нас смотает. И платишь ты в это время именно за горячую воду, которую ты, по сути, не потребляешь. Вот здесь каким образом с этой ситуацией бороться? Опять-таки, это зависит от того, чьи сети задействованы в производстве ржавой воды. Ведь вода может приходить отличного качества, но внутри дома сети не поменены, и происходит вторичное загрязнение. Как это выяснить? Откуда она ржавая поступает? Ну, для начала мы смотрим технический паспорт своего дома. Опять-таки, мы обращаемся в организацию, которая нашим домом управляет. Если она исключает, сети у нас новые, сети у нас поменены, холодного, горячего водоснабжения, а вода идет ржавая, мы это можем, кстати, проверить и на вводе в дом, делая забор воды, значит, это вина вышеупомянутой ресурсоснабжающей организации, на которую, как я уже говорил, очень сложно найти управу. Однако, существуют, тем не менее, такие организации, как Роспотребнадзор, да, у нас на Куйбышево 50, и жалоба в Роспотребнадзор – это вполне возможный вариант действий. Еще одна ситуация. Ладно, с ржавой здесь пропускаешь, хотя бы видно и очевидно, да, понятно, она ржавая, за эту воду я не должен платить. Когда… Как сказать, на счетчике не написано, что она ржавая, а по счетчику она прошла, так что заплатить не придется. Ну, можно сфотографировать, наверное, можно записать видео, с датой зафиксированной. Увы нет, ни видео, ни фотография не годится. Если вы не вызвали специалиста жилищной инспекции или Роспотребнадзора, считается, что вы это не доказываете, потому что никаких сертифицированных приборов, измерительных у вас нет. То же самое касается, кстати, и температуры горячей воды. Вот вы померили там детским градусником это. Вот она 40 градусов или даже меньше. Если вода меньше… По норме она сколько градусов должна составить? От 60 до 72. Но вот если она меньше 40, то там за нее вообще не надо платить, за подогрев только как за холодную надо платить. Вот вы намерили 39 градусником и радостно вычеркиваете с квитанции горячую воду. Нет, увы, вы не можете так поступить. Вы должны… Не вправе так поступить и отказаться платить за нее, потому как она не идет соответственно температурой. Не вправе, потому что вы не зафиксировали должным образом ненадлежащую температуру. Вы должны обратиться в свою управляющую организацию и только если она вам откажет, обратиться, соответственно, в жилищную инспекцию. То есть я правильно понимаю, как зафиксировать? Они фиксируют своим сертифицированным прибором, что у вас, увы, все плохо. И с момента вот этой фиксации вам предоставляется скидка на коммунальные услуги. Причем она предоставляется вечно, до момента, пока организация, обслуживающая ваш дом, не докажет, что услуга восстановилась уже в надлежащем порядке. Я правильно понимаю, мы фактически бесправны в этой ситуации? По сути дела, да. Потому что такими сложными манипуляциями мало кто будет заниматься. Но, увы, таково законодательство, которое даровано нам федеральными органами. Но все-таки, все-таки, еще раз говорю, давайте вот самый простой путь решения проблемы по горячей воде найдем. Итак, в первую очередь мы должны перейти к управляющим компаниям или председателю ТСЖ. Кто у вас там занимается управлением дома? Потому что все, что касается наших претензий, должна зафиксировать, получается, жилищная служба обязательно. Это может сделать и специалист ТСЖ, или там управляющая компания, если он согласен это сделать. А вот в случае возникновения конфликта вам нужно обращаться в жилищную аспекту. А как быть в другом случае, когда из крана вдруг побежала синяя вода? У нас несколько, я поясню, почему я хочу задать этот вопрос, несколько сообщений в течение этой недели пришли на эту тему. Честное слово, сначала не поверили. Матавилихинский район зафиксирован, совершенно точно Свердловский район был зафиксирован. Я не буду врать сейчас, я не помню улиц. Ну, порядка трех обращений было совершенно точно на электронной почте. Сначала мы думали, что люди шутят, но после мы увидели видео. Я хочу попросить сейчас нашего режиссера показать, как это бывает. Что такая синяя вода, которая бежит из-под крана? То есть, ну, это еще достаточно безобидная картинка. Здесь она голубая. Ну, видишь, там было голубого такого цвета. Вот, а вообще мы встречали картинки и ярко-синего цвета. Ну, это уже более интенсивно. Да, уже наглядно, уже. И такое действительно есть. Он напоминает раствор неких соединений медиа. Я стала разбираться в причинах, как так может быть. И причина нам открылась. Но мне хочется, чтобы вы свое мнение высказали по этому поводу. Ну, поскольку это очень разные районы, да, однозначно это не вина какой-то там управляющей компании или внутридомовых систем. То есть, соответственно, в систему водоснабжения что-то попало. А вот что попало, ну, здесь я без химического анализа не смогу. Мы выяснили, что попало в эту систему водоснабжения. Голубой цвет указывает, возможно, на медные примеси. В накопительный бачок положили ту самую волшебную синюю таблетку, которая сейчас активно рекламируется и продается в магазинах повсеместно. А что это за таблетка? Таблетка обычная для того, чтобы, скажем так, в сливной системе были приятные запахи. И все, и не более. Исключительно для этого таблетка существует. Но проблема в том, что у людей неправильно соединена вся система, все, что касается смывной системы. То есть, где-то уровни неправильно выставлены. И подробно на эту тему, сейчас я специально уже произношу для наших зрителей, подробно на эту тему мы будем говорить в понедельник в утреннем канале «Новый день». Все объясним, как нужно правильно все устанавливать для того, чтобы из смывной системы воду не засасывало в кран, из-под которого вы уже набираете воду. Это внутридомовая проблема? И проявляется она после момента включения воды. Спасибо вам огромное за приятную, интересную беседу. Ну, честное слово, конечно, грустно, что мало очень у нас шансов отстоять свои интересы в этой теме. Но все-таки они есть, если упереться и начать поэтапно бороться с этой проблемой. Спасибо.